закупаться должны я ничего не говорю но то что есть хотя бы можно продавать по старым ценам но не закупаться временно подождать все равно же это же завтра послезавтра вы не знаете что будет может доллар до копейки упадет что потом тогда будете будет они делать можно же подождать чуть-чуть люди и так на нервах зачем вот такими этими еще людей добивать 70 рублей капуста как можно за 70 рублей капусту купить продавать и купить то купят люди потому что она нужна и и кушать надо но нельзя же все время на горе обязательно когда что-то случается вот так наживаться на людях это же не первый случай когда пандемия была что они творили наши мусульмане что творили на всю цену подняли чеснок как золото продавали корень имбиря как золото продавали это же не только сейчас это всегда ли наши люди вот такое говно делают друг другу и чуть-чуть же сабр должен быть зачем не успели там на два дня как доллар поднялся уже людей начали это делать подняли цены 50 40 процентов куда это завтра после завтра доллар упадет потом что будет они делать и как они будут закупаться этот же товар который они сейчас подороже купили будет по за бесценок отдавать не будут также будет марку держать цены держать вы что не говорите я считаю что они не правы чтобы мне сейчас не говорили они не правы если когда пандемия была аллах нам дал вот эту болезнь испытал нас проверить что будут люди делать люди на на нас на больных кто болел деньги делали лекарства по 8 по 10 тысячи продавали на все цены подняли чеснок невозможно было купить вот тоже самое сейчас еще одно испытание аллаху тала нам дал и все равно люди на нас же стали наживаться и сабр должен быть чуть-чуть имам должен быть у людей чуть-чуть быть мы за это время сколько всего пережили никто друг другу людей понять не хочет ладно я могу там позволить другие есть же люди которые живут на без несчастные пенсии на несчастные пособия им что не жить умереть тогда идти ложиться в могилу из этих цен саляму алейкум ва рахматулля и талии ва баракату честно говоря вполне солидарно вот этими женщинами бессовестные совести нету имана нету сколько можно в прошлом году во время у раза байрама оставалось 23 дня я говорю такие цены были абсолютно совести нету не думает о том что аллах наказывает за эти вещи не зря аллах послал нам эти болезни не зря аллах послал нам эту войну в конце концов можно одуматься ой нам же также продают вот ответ какой что укроп зелий и все остальные мелочи тоже за доллары покупает что ли бессовестные не стыдно им честно слова никакого имана нету правильно русские говорят ваши мусульмане во время у раза байрама все повышает на базаре цены честно слово даже слов нету слов нету уже честно слова есть люди честно вот клянусь обидно до слез обидно стараемся помогать таким людям аллах все видит я горе есть люди которые мне сказали вчера что прилическом районе есть люди которые хлеб покупают в долг пусть это будет на совести тех которые наживаются на этих людях у многих работы нет все живут на пенсии а какие мизерные пенсии честное слово непонятная жизнь пошла говорят жизнь изменилась нет жизнь идет своим чередом люди изменяются им она нет совести нет я говорю ну не бояться за грехи свои не боятся что это потом значит бумерангом обойдется за их ними детьми ничего не боятся люди возмущение нет предела солидарная вот с этими женщинами честно слово сколько можно об этом говорить нету им она не мусульмане вы которые вот это делаете на базаре как можно капусту за 70 рублей продавать абсолютно не согласен я с этой женщиной потому что мы живем в этой стране в этой стране создали капитализм и кто как хочет так и продает экономика свободная зачем этим людям у кого есть продукты думать о тех у кого нет возможности такую страну выбирали сами такую страну создали сами пенсии такие платят эти же чиновники эти же руководители и правители которые выбрали вот эти же самые люди которые сейчас вот жалуются вот этих руководителей в дагестане когда они платили там кто сахаром кто деньгами кто чем красивыми словами обещаниями их выбирали депутаты эти же самые избиратели которые сейчас жалуются на жизнь абсолютно я не согласен с этой женщиной правильно делают то что поднимают и отпускают по своему желанию цены потому что такую возможность дала им эта страна все хочу делать мой ищак почем хочу потом и продают что посеешь твои пожмешь говорят вот и пожимают плоды своего посева пусть эти люди которые не могут покупать у которых пенсия маленькая зарплата доходы маленькие пусть они не этих торговцев ругают которые живут при рыночной экономике а пусть они ругают своих правителей которые не дают им достойную зарплату пенсию и всякие выплаты на которые они могут купить у этих людей эти продукты эти люди которые продают они тоже хотят жить хорошо они продают дорого чтобы у них больше денег было им больше денег надо вот пускай у государства просит и платит этим людям чтобы эти торгаши хорошо жили и сами могли спокойно чего хотят то и купить где есть деньги туда и пускай обращаются нечего за кордон выгонять суммы миллиардные пусть раздают людям пусть пенсии поднимают 3-4 раз пусть минимальная зарплата оплату труда поднимают он турции 28-30 тысяч рублей минимальная оплата труда почему у нас 10-12 тысяч рублей вот так вот абсолютно правильно торгуют правильно поднимают цену у них есть такая возможность сегодня поднимать цены вот они поднимают как про иман ислам про шрият говоришь они пачками разумные а как продукты дорожают кушать то уже тяжело становится сразу они маны сам вспоминают при традиционном исламе можно поднимать цены там есть такой этот допуск есть такой у нас короче завтра вторник завтра иначе днем селения и по группам гуляет эсмэски типа никому не дадим дороже 400 рублей мясо продавать дешевле пускай продадут кто-то походу без мяса останется капуста если под 70 стоит килограмм мясо дешевле бывает что ли по моему завтра без мяса останутся у нас там эти люди еще не понимают что это только начало первые дни так через месяц через два последствия какие будут ты видел да это женщина говорит завтра когда доллар упадет она чё вчера делась что ли она до сих пор не видела что доллар поднимается хорошо он а спускается плохо или вообще не спускается когда она видела что доллар спускался ну да может он на 30 рублей подняться на 10 спуститься те которые были цены 70 75 рублей доллар уже все чуть-чуть ну если не дадут продавать не пускай не продают подождут еще через неделю через 2 через 3 сами придут будут просить продавай дай правильно делают они тоже зачем они должны продавать когда они знают что завтра сегодня он продаст скажем за 300 рублей килограмм а завтра самому придется купить за 500 почему сейчас будет продавать за 300 он же видит ситуацию на рынке то есть в мире что творится в россии он видит интересный народ пусть идет туда просит скажи пускай пусть поднимут им зарплату в два раза или пенсии пускай не 12 тысяч рублей дают пенсию 25 тысяч пускай дают он бензин растет каждую неделю ты приходишь на заправку каждую неделю на 15-20 копеек обязательно подорожает это уже целый год он так растет тогда ничего не было просто тупо по 15 копеек по 20 копеек добавляют чтобы резко если добавить шум поднимается поэтому